Я никак не могу любить или уважать родителей мужа. Поймите правильно, жизнь это зеркало, жизнь это фермерство. Если вы сажаете ненависть, вы соберяете ненависть. Но не бывает 100% плохих людей, что-то у них хорошее есть всегда. У меня третий брак. Вау! В первую очередь, что надо научиться, не ожидать от них, что там принц белого коня придет, сделает вас счастливыми. Сама по себе свадьба, никого не делали счастливым. Вы создадите счастливую семью, когда вы сами внутри счастливы. Ого-го! Стоит ли жить с таким человеком, у которого на первом месте не семья, а родные? Это хорошо, что родные приезжают, приходят. Плохо, когда никто не приходит. У его брата двое детей, жена, но они привыкли жить на халяву. Что мне делать? Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите наша рубрика «Вопросы Довлатова. Тайные взаимоотношения». Дорогие мои, на этой рубрике я отвечаю на вопросы касательно семья, касательно взаимоотношений, понимания и так далее. Потому что семья – это один из основной част нашей жизни, один из важных, можно сказать, параметров нашей жизни. Нужно, чтобы мы были в семье счастливыми, научились создавать хорошую счастливую смену жизни. Хочу ответить на несколько вопросов. Ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Кому вы пожалеете счастья? Под видео есть почта нашей. Сдавайте актуальные вопросы. Мы всегда отвечаем за ваши вопросы. Если мы не ответили на вопрос, значит, аналогичный вопрос у нас уже было многократно, и ответ уже есть в рубрике. Поэтому надо просто послушать другие записи, чтобы найти ответ. Здравствуйте! Рада, если ответить на мой вопрос. У меня что-то привернулось внутри, и я никак не могу любить или уважать родителей мужа. Даже в какой-то момент мне показалось, что есть ненависть к ним. И муж меня обвиняет во всем – его неудачах. Мы с ним живем 15 лет, у нас сын и дочь. Я потерялась, и муж тоже потерялся. Иногда мне кажется, что будет легче для мужа и меня, если мы не будем вместе. Жизни бывают такие ситуации. Просто у вас накопилось. Просто у вас накопилось. Когда что-то не так получается, всегда нам кажется, что кто-то виноват. В дальний момент вам кажется, что где-то муж, а мужу кажется, где-то вы. А вам кажется, что родители мужа виноват в чем-то. Потому что, когда вы ищете проблему, проблема виноватых всегда найдете. Просто у вас накопилось в душе. Я вам рекомендую пройти уроки прощения. Пройдите урок прощения. Есть много разных способов. Через медитационные, через духовные, через религии. Разные методы прощения существуют. Пройдите урок по прощению. Как научиться простить? Это первое, что вы должны делать. Когда вы научитесь простить, у вас появляется облегчение. Простите людей. Они не со зла это делают. Они не специально это делают. Они делают исходя из того, как они понимают. Простите людей, потому что они несовершенны. И мы несовершенны с вами. Простите людей, потому что от того, что вы обижаетесь на них и держите боль, это вам тяжелее, не им. Простите людей, потому что вы заинтересованы, чтобы изменилась ваша жизнь. Помните, с головы отпустите их, с души отпустите их. Только тогда вы видите, что эти люди меняются по отношению к вам. Люди всегда относятся к нам таким, каким мы думаем про них. Вы никогда не ошибетесь, если принимаете их лучшими, чем они есть. Если вы принимаете их лучшими, со временем, по отношению к вам, эти люди станут лучше. Лучше себя вести, лучше заботиться о вас и так далее. Это проверенная методика. Многократно. Научитесь прощать людей и не обижаться в дальнейшем. Потому что, когда я людям говорю, научитесь прощать людей, некоторые люди как делают? Обижаются, прощают, обижаются, прощают, обижаются, прощают. Потом они станут профессионалом, как обижаться, прощают, как обижаться, прощают. Нет. Просто изначально не обижайтесь. Сейчас научитесь простить и в дальнейшем старайтесь не обижаться. Когда у вас происходит, что сила внутри, чтобы вы можете не обижаться? Когда вы научитесь не ожидать от людей что-то, когда вы научитесь не думать о людей с каким-то там супер ожиданием ждать, потому что обманете ожидание, вот что приводит к разочарованию и обиде. Не ждите ни от кого ничего, просто старайтесь позаботиться о них как вы умеете, как у вас получится. А что касается, что вы скажете, что развестись и так далее, я не рекомендую, это не выход. Это не выход, это вы сейчас так думаете. А где гарантия, что вы сейчас разведитесь, станет легче или лучше, а если станет хуже, еще труднее. Такое может быть, потому что вы с детьми, дети и так далее, еще проблем у вас один, станет два. Поэтому это не выход сейчас. Вам нужно эту ситуацию перерабатывать, эту ситуацию поработать, стать лучше, чем эта ситуация. Это время пройдет, все станет на свои места, просто нужно время. Мужу поддерживайте в ситуациях, мужу поддерживайте в его проблемах. Почему он считает вас виноватыми? Потому что ему тоже легче так думать, что вы виноваты за все его неудачи. Поэтому вы сейчас возьмите себе в руку, наоборот, помогите мужу, чтобы вместе решили эти проблемы. Вместе, в любой ситуации жизни, когда в семье вместе обсуждается, вместе легче их решать. Любую проблему, любой трудности, когда вместе стараешься делать, ты вместе решаешь абсолютно все. Попробуйте это делать вместе. Тогда у вас получится. Через некоторое время вы увидите, это получится. Но развод не выход. Хорошо? А то, что касается его родителями и так далее, отпустите их. Не думайте о них. Вы же живете с мужем, но не с его родителями. А у вас должно быть внутренне благодарность и уважение. Составьте список, за что вы могли бы им благодарны, за что вы могли бы их уважать. Думайте об этом. Приписывайте этот список постоянно. Со временем у вас точка зрения меняется. Стоит, чтобы вы начали думать про них по-другому. Стоит, чтобы вы начали быть благодарны им. И у них начинается по отношению к вам благодарность. Поймите правильно, жизнь это зеркало. Жизнь это фермерство. Если вы сажаете ненависть, вы соберяйте ненависть. Я вам одну интересную вещь скажу. Человек, который фермер, который сажает пустые семена или испорченные семена, он просто не собирает урожай в этом году. Но тот, кто сажает семена ненависти, он точно собирает свои плоди. Я могу в этом гарантию дать. Кто сажает семена ненависти, в своем сознании, в своем душе по отношению других, он рано или поздно собирает свои плоди. Это хуже того, если вы сажали бы бесплодные семена, или если вы хуже того, если вы сажали бы, например, семена, которые сломаны или пущены, как фермер, скажем, да? Это философия жизни. Постарайтесь вникать в то, что я говорил. Поэтому с этого дня вы составляете список, за что я уважаю его родителей, за что я благодарна им. Пишите, пишите. Это один раз, два раз, пять раз, десять раз. Это смена уважения, благодарности начнет расти потихонечку, потихонечку. И видите, что они меняют к вам отношения. Я так создавал отношения со всеми окружающим миром, который мне нужен. Найдите что-то хорошее в них. Но не бывает 100% плохих людей. Что-то у них хорошее есть всегда. Главное, что вы ищете в них. Если вы ищете плохое, плохое найдете. Если вы ищете хорошее, хорошее найдете. По отношению к вам они будут такими. Здравствуйте, Саймур Раджабович. Недавно начала слушать вашу рубрику. Очень благодарна. Прошло обучение по взаимоотношениям. У меня третий брак. Вау! Живем с ним три года. С ним совместный сын семь месяцев. А так всего четыре детей. Сейчас с мужем очень сложные отношения. Конечно, мы не умели, как построить семью. Сейчас я все вижу. Он и руку поднимал на меня во время ссор. Уходил к родителям и оставлял нас. И сейчас опять что-то ему не понравилось, когда приехала моя сестра, дременная с ребенком. По делам в город наш, ну по своим делам в нашем городе. Было шумно. Сказал, что больше родственников у нас не было. Я возмутилась. И он уехал опять к родителям. Хотя мы приехали в другой город. И опять живет там уже месяц. Я одна с детьми. Боль не проходит. Чтобы простить и позвонить. А он и не звонит. И не помогает. Думаю, хочет на вахту уехать надолго. А может и бросить нас. Так просил сына. Родила и опять одна. Все опять повторяется. Для его родителей я всегда плохая. Мат говорит, что забрали его сына. Подскажите мне. Часто думаю о разводе. Но мне хочется женского счастья. Гармонии в семье. Чтобы можно было положиться на мужа. Мне 35 лет. Аноним. Дорогая моя. Если это третий мужчина. Такой происходит. Проблема не в мужчине. Проблема в том, что у вас подход к этому. Что-то надо изменить в себе. Если один раз это другое дело. Когда это третий раз повторяется. Вы должны понимать меня сейчас. Значит что-то надо изменить в себе. Я был в похожей ситуации. Но только в другом ситуации. У меня каждый партнер подвел меня. Каждый партнер довел меня до банкротства. Один партнер так. Второй партнер так. Три партнера так. Четыре партнера так. И тогда задумался, что так же не бывает, что все партнеры какие-то безбожные. Все партнеры какие-то недобросовестные. Я начал задуматься о себе. Я думал, значит что-то не так. Либо я привлекаю таких партнеров. Которые только хотят на халяву или что-то. Но как я начал измениться. У меня начали появляться хорошие партнеры. С которыми я построил миллионные компании. Поэтому у вас тоже сами. Меняйте свое отношение. Измените себе. В каком сторону? В том сторону, что просто начните принимать их. И старайтесь, чтобы не принимать боль. В первую очередь, что надо научиться. Не ожидать от них, что там принц белого коня придет. Сделает вас счастливыми. Если вы сама по себе не можете быть счастливой. Ни один мужчина не делит вас счастливыми. Запомните мои слова. Если человек самим собой. Он умеет любить. Он заботлив. Он самим собой счастливый. И появятся другие люди, которые с вами удваивают, утраивают то, что у вас есть. Понимаете? Но сама по себе свадьба. Никого не делит счастливым. Сама по себе просто галочка семья. Она никого не делает счастливыми. Вы создадите счастливую семью, когда вы сами внутри счастливы. Уловили? И когда вы внутри счастливы, вы будете притягивать мужчин, который именно этого видит. И у него это есть. Тогда это приумножается. То, что у вас прекрасные дети, вы молодец. А то, что к вам иногда родственники приходят, тоже молодец. Это нормальное явление. Но иногда некоторые мужчины это не понимают, не воспринимают и так далее. А в следующий раз просто с ним посоветуйтесь. С ним посоветуйтесь, скажите, вот родственник приезжает. Я же не могу его сказать нет. И, пожалуйста, относитесь к этому терпливому ради меня. Некоторое время. Они же не вечны. Родственники тоже не вечны. Они временно приезжают и уезжают. Ну что? Я просто не понимаю. Конечно, мужчины тоже иногда приборщат. У меня, у родственников и жены море. Они постоянно приходят домой. Что теперь, мне за это стать ругаться, что ли? Это нормально воспринимают. Ну что, это хорошо, что родные приезжают, приходят. Плохо, когда никто не приходит. Это, я не понимаю такого, честное слово. Это повод быть ближайми, повод быть теплыми отношениями в родственниках. Это же здорово. Я вам скажу одну вещь. Знаете, что делала моя жена, когда женился? Я анализирую, теперь это вижу. Когда я женился на ней, видите, я таджик, она кризиска. Дело в том, что она такая мудрая. Что делала, я вам расскажу. Когда мы женились, тот же год, первые полгода, все его родственники позвали меня в гости. Послушайте, интересно. Я же другой, другой мировоззрение. А они-то другие. И все его родственники позвали меня в гости. Послушайте внимательно. Это создало сильную симпатию у меня к его родственникам и его родственникам ко мне. Она у меня очень мудрая. Теперь я анализирую, думаю, какая она молодец. Как хорошо, что она это делала. Смотрите. Я не знаю, она сама делала это. Или ее родственники просто сами делали. Но факт, что я же был посторонний парень. Надо было, чтобы я стал свой. И я начал каждый побывать у них в домах и сильно уважать каждого из них. И каждый раз, когда какое-то мероприятие, меделем и так далее, я сильно вольнуюсь. В первую очередь говорю, позови того, позови того, позови того. Почему этого родственника нет и так далее. Видите, это надо стараться. Я думаю, что вам надо так делать. Когда вдруг, если с этим мужчином наладите, сразу три-пять ваших братьев и сестрам скажите, что пусть они позвали вашего мужа в гости. И тогда у него появляется понимание. Он общаться должен с ними, симпатия. Тогда почувствует родственность. Это важно. А со стороны мужчины, мужчинам тоже рекомендую это делать. Это хорошо. Невеста, когда пришла, пусть несколько родственников позовет его к себе в гости. Таким образом, взаимоотношение улучшается. Поверьте, это так. А вот то, что он не помогает, как будто он бросил и так далее. Нет, вы не думайте так. Вы продолжайте писать ему. Преодолеть свою гординю. Счастье принадлежит тому, кто терпелив. Я это точно знаю. Счастье принадлежит тому, кто не теряет надежду. Действуйте. Просто звоните ему, скажите, я понимаю всю ситуацию, давай вернись. И только оставляй все это претензии в сторону, давай будем жить. Если вы постараетесь несколько раз, видите, что он не старается, и он игнорирует ваши старания и так далее, тогда у вас судьба такая, вам придется опять расставаться. Но я бы не рекомендовал вам, потому что вы родили ему сына и так далее, у вас еще столько уже детей. Вы будьте счастливой женщиной, поверьте моим словам. Потому что вы уже стали опытная мат, вы стали опытная жена. Теперь каждый мужчина вам не по зубам. То есть вы уже другая, у вас есть очень опыт в смене отношений. Теперь от него используйте, чтобы создать свое счастье. Осознанно. Если это мужчина пойдет, хорошо, вернется, хорошо, не вернется, просто держитесь, научитесь самому стать счастливым, самостоятельно быть счастливым. Тогда вы притягиваете к себе сильных мужчин. Я это знаю. Много раз это видел. Ого-го. Здравствуйте, очень уважаю ваши советы. Хочу спросить у вас. Я замужем уже 13 лет. Все это время, я все время соглашалась с мужем во всем. Думала, что он делает все во благо семьи. Мы 5 лет занимались тем, что женили его родных, так как у него нет мамы. И перед смертью мат велел заботиться о родных. Вскоре он начал хорошо зарабатывать, брать под лизинг-трактор, пресс-гигант, ну, пресс-гигант. И это все давать под распоряжение братишки, которые работают с техникой. Но он отдает столько, сколько сам захочет. Нет контроля. И все, что он делает, получается ради братишки. Стоит ли жить с таким человеком, у которого на первом месте не семья, а родные? Ведь у нас трое детей. И что бы мы ни купили, везде его брат. Как третий лишний. У его брата двое детей, жена. Но они привыкли жить на халяву. А мой муж ничего не хочет понять. Теперь живем оплачивая кредиты. Хотя много зарабатывает, но не видно. А мне бы хотелось купить квартиру в Бишкеке для будущего детей. Путешествовать. А 13 лет поработала в университете, но сейчас там сокращение. Открыли магазин в селе. Так живем здесь, но торговли нет. Нет, одни только соседи в долг просят. Что мне делать? Так как с каждым днем начинай ненавидеть мужа. Родная моя, я понимаю вашу ситуацию. Много раз консультировал и выделил такие ситуации. Я ставлю себя на место вашего мужа. Я приблизительно такой, как ваш муж. Поверьте так, я лично сам. Для меня очень важны мои сестры, очень важен мой брат. У меня всего один брат. И когда я женился, я жену сказал. Есть у меня несколько вещей, которые не иди и не требую от них никогда. Принимай их лучше. Я когда женился, прямо первой брачной ночи сказал об этом. Я сказал, пока тебе не трогать твою руку, хочешь оставайся, не хочешь, пожалуйста, иди. Но, либо ты принимаешь мой семейный закон, мы вместе построим счастливую семью. Я так говорил. Поэтому я очень хорошо понимаю вашего мужа сейчас. Я семью сказал жену, что у меня есть родные, и они для меня важны. Никогда не стань между мной и моими родными. То есть не составляй мне выбор. Не говори либо я, либо твои родные. Не толкай меня к этому. Потом я сказал, что никогда не хмурься перед моими родными. Никогда их не делай так, что они тебе лишние. Потому что я не могу отказаться от них при никаких условиях. Потому что это мой брат, это моя сестра. Я от них никогда не буду отказывать, потому что я их не найду. Поэтому никогда не говори плохо про них. Даже если они плохо себя ведут. Даже если они в чем-то не так делают. Ты лучше меня научи, помоги мне, чтобы я лучше справился с этими задачами. Помоги мне заботиться о них лучше и так далее. И таким образом на моих глазах ты станешь еще более уважаемым. Когда я вижу, что ты заботишься о моих родных, я тебя еще больше буду уважать. Когда я вижу, что ты принимаешь моих родных, я еще больше буду заботиться о тебе. Поверьте, так и произошло. Я понимаю вашего мужа. Он делает для своих братьев и сестров. Он делает для них, потому что тем более мама нет. Тем более он обещал своему покойной матери, что он будет заботиться о них. И это предательство, читает он, для нас мужчины, это очень больно. Не заботиться о них. Поэтому это хорошо. Вы наоборот поддерживаете его. Вы знаете, что скажете ему? Вы хотите, чтобы он делал то, что вам тоже по душе? Постоянно говорите, вы какой молодец. Помогайте братьям, сестрам. Поддерживайте их. Братья более надежные, чем чужой. И так далее. Конечно, это же не кому-то уходит, братьям уходит. Это нормально. Они ценят, не ценят. Нет, зато жизнь ценят. Бог видит. Все вишни, он справливый, он видит. Я хочу вам сказать, что жизнь очень справливая. Все то, что ваш муж помогает своим братьям, сестрам, жизнь, Аллах со стороны обязательно, обязательно из неизвестности своего мира вернет к вам вашей семьи. Поверьте моим словам, это будет. Рукодающий нескудеет, сказал Иисус. Если вы помогаете кому-то, никогда это не исчезнет. Жизнь не забывает это. В жизни как это счет, что ли. Как это счет справливости, что ли. Она никуда не денется. Это все возвращается к вам. Рано или поздно. Это не просто на воздух. Поверьте, это правда. Это так и есть. Может быть не из тех людей, но откуда-то это возвращается к вам. Однозначно возвращается. Так что вы будьте уверены в этом только. У вас это все возвращается. Возьмите себе в руки и терпеливо продолжайте. Теперь, что касается, чтобы купить квартиру и так далее, и так далее. Просто эти мысли продвигайте мужу. Но не упреками, не претензиями. Вы женщины замечательные. Но знаете, как происходит иногда у женщины? Вы хотите, чтобы было хорошо для семьи? На самом деле так. Вы действительно хотите, чтобы было хорошо для семьи? Но иногда ваше предложение всегда выглядит упреками, претензиями. А мы, мужчины, это задевает нас. Поэтому то, что вы хотите для детей квартиры, в бишкеке, то, что вы хотите предлагательным языком, добрым, ласковым языком и предлагательным языком, предлагайте. Мужу аккуратно предлагайте. Используйте стратегию капельки вода. Капельки вода, капая на одном месте, стабильно, постепенно тачит камень. Отверстие делят в камень. У вас должно быть вот такое. Сила женщины в доброта, в мягкие слова, в мягкие предложения. Сила женщины именно в этом. Не надо мужчинами бороться, ругаться, ненавидеть их. Мужчинам надо что? Добрым ладским языком помогать. Просто вот так относитесь к нему. Говорите, дорогой мой любимый, вы действительно хорошо делитесь, что заботитесь о братьях и сестре. Вы на самом деле очень правильно делитесь, что дух матери будут доволен и так далее. Это очень хорошо. Дорогой мой, вы уже сколько зарабатываете? Как вы думаете, может быть, пока еще вы хорошо зарабатываете, попробуем купить квартиру в Бишкеке для будущих наших детей? Как вы думаете? Просто предлагайте и больше ничего не делайте, но без упрека, без претензий. Вы уже, когда предлагали, это семена попадает у него в голове. Потом через неделю опять. Ну кто знает, у нас будут ли всегда такие доходы или нет? Пока есть здоровье, пока есть возможность, пока дети маленькие. Мудрые люди так говорят, что надо успевать, пока дети маленькие. Потом они вырастут и надо вкладывать в их образование, надо вкладывать в их лучшие жизни и показать им путешествовать. И к тому же, пока у нас есть здоровье, тоже временами, давайте куда-то-нибудь съездим каждый год хотя бы один раз. С семьей предлагайте, 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 аккуратненько. Все будет нормально. А вы знаете, мой любимый, о чем я мечтал в детстве? Я мечтал, что увижу вот это, детей покажу вот это, детям дам такое образование. Я могу поделиться с вами своей мечтой? Вы просто рассказывайте. А мы, мужчины, знаете, когда мы счастливы? Мы счастливы, когда можем осуществить мечты своей женщины. Мы счастливы, когда мы участвуем, чтобы было хорошо детям. Ну, например, посмотрите, ребенок говорит, я хочу это. Когда мы купим ему, отдадим это, мы смотрим, как он радуется. У нас внутри такая радость, что словами не передавать. А когда наша жена одевается так, как она говорит, как начинает жить, как она хочет, и мы знаем, что мы смогли это условие создать для нее, вот в этом есть счастье мужчины. Потому что мужчина всегда себя считает ответственнее за семьей. Поэтому попробуйте таким образом. Желаю вам успехов. Счастлива. Следующий вопрос. Ого. Аноним. Здравствуйте, Саймур Довлатов. Я бесконечно благодарен вам. Каждый день слушаю ваши тренинги. Многому научилась. У меня двое детей от первого брака. Сейчас встречаюсь с парнем. Он тоже разведен. У него тоже есть дети. Двое. Мы хотели жениться. У него родители против, что у меня есть дети. Что мне делать? У меня свой бизнес. Зарабатывать достаточно. Я хотел создать семью. Хочу быть счастливой. Благодарю за ответ. Конечно, вы хотите замуж. Вы, тем более, умная девушка, молодец. Вы у вас есть свой бизнес. Сами себя обеспечиваете. Вы хотите замуж. Это хорошо. А то, что его родители против, пусть он сам решает этот вопрос. Он должен быть, мужчина, самостоятельным. В конце концов. Если он один раз развелся, что до сих пор родители принимают решение за него? Он должен быть мужчиной самостоятельным. А вы поддерживаете его, вдохновляете к тому. В дальний момент, значит, у него не хватает уверенности принимать решение. Он же тоже разведен. У него двое детей. А дети с ним или с его бывшей женой? Даже если дети с его бывшей женой, временами, пусть он по воскресенью или по паре дней в неделю или три дня, пусть заберет, его детей тоже позаботьтесь. Если вы готовы позаботиться о его детей, стать его любимой женой, хорошей женой, выходите на него замуж. А то, что касается его родителям, вы не вмешиваетесь. Вы скажите ему, что ты взрослый человек, тебе не 15-20 лет. Сам принимай решение, сам общайся с своим родителем. Реши сам. А твои родители против только потому, что у меня дети. Я своих детей сама обеспечиваю. У меня свой бизнес. Я на твои шеи обуза не стану. Так что, при чем тут у меня дети есть или нет? Обычно родители так думают, потому что они хотят, чтобы их ребенку стало сложно. Например, родители мужа, они будут думать, что мой сын будет работать, пахать, чтобы вырастить и заботиться о твоих детей. Они так думают. Они так думают. Что просто если их сын женится на вас, будет больше на него нагрузка, забота, приживание и так далее. Так что вы это приживание, психологическую нагрузку уберите. Скажите, что я состательная женщина. У меня есть дети, не у меня есть свой бизнес. Я сама обеспечу себе. Так что я не стану нагрузкой для вашего сына или для кого-то. Пусть ваш муж сам решает со своими родителями. Хорошо? Если он сможет эту ситуацию сам решить, сам рулить, как самостательный мужчина, тогда выходите на него замуж. А если не сможет, значит, это мамин и сыночек, которые до самого смерти будут всегда делать так, как мама говорит. Это означает, что он никогда не станет мужчиной. Вам не нужен такой мужчина, такой муж. Почему? Потому что постоянно будет его мама говорить, куда съездить вам. Постоянно мама говорит вам, какой Новый год отметить. Постоянно его мама будет говорить вам, в конце концов, будет она рулить вашим бизнесом, вашим доходом, что раз она зарабатывает, пусть она делает то-то, то-то, то-то. Много раз я это видел. Похожи ситуации. Поэтому, если он не решает сам со своим родителем задачу, он вам не нужен. А если он решает, он сильный мужчина, как раз это для него испытание. Вы увидите его. Дорогие друзья, ставьте лайк. Рекомендую своим друзьям, знакомым. И в комментариях пишите свой опыт, вашей жизненный опыт и так далее. Но только полезные пишите. Я вам желаю успехов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова